По статистике, с наступлением холодов увеличивается количество пожаров в частных домовладениях. Связано это с неправильной эксплуатацией электрических и газовых отопительных приборов. Поэтому в начале встречи горожанам напомнили меры предосторожности в зимний период, а также порядок действий, если возгорание все же произошло. Конечно же, вызвайте по телефону 01 пожарного охрана или сотового телефона 101, сообщив точный адрес, если многоквартирный жилой дом, указать его, этаж, на котором произошел пожар. До прибытия пожарного расчета необходимо вывести из места, где произошло возгорание людей, особое внимание уделить престарелым людям, маломобильным и детям. И до прибытия пожарного расчета тушить пожар своими силами, конечно, предварительно обеспечив квартиру или дом от газа и электроэнергии. Затронули и тему дорожно-транспортных происшествий. По официальной информации, за 11 месяцев на территории города произошло более 3000 ДТП, но большинство из них случилось на федеральной автодороге «Кавказ». Основные причины дорожных аварий в нашем городе – нарушение правил движения при проезде перекрестков и пешеходных переходов. Зашла речь и о нетрезвых водителях. В этом году в городе Армавире выявлено практически уже 502 таких водителя, управляющих в трезвом состоянии, которые однозначно от материала были отправлены в суд. Они лишены водительства встоверений на сроках от года полтора и более с внесением штрафа суммы. Ну, штрафы серьезные там. Кроме того, армавирцам напомнили о федеральной программе по формированию комфортной городской среды, которая с этого года действует на территории России. Она рассчитана на пять лет и предполагает благоустройство дворовых территорий, многоквартирных домов и общественных территорий. В этом году Армавир получил на реализацию программы 229 миллионов рублей, которые направлены на реконструкцию 60 придомовых территорий, трех скверов и городского парка. Марина Белова, Игорь Щенников, служба информации канала РЕН-ТВ Армавир.